Здравствуйте! На этом уроке помимо правила дифференцирования сложной функции мы рассмотрим еще правила производной произведения. Освоив эти правила, вы сможете найти производную любой функции. Итак, f равно h умножить на g . Функция равна произведению двух функций, а сложная функция – это f равно h . В данном случае f равно h умножить на g . И производная этой функции равна h' умножить на g плюс h умножить на g' . По-моему, все четко и ясно. Предположим, f равна 5х в пятой степени минус х в седьмой степени, и все это умножается на 20х в квадрате плюс 3х в минус седьмой степени. Если бы мы не знали о правиле производной произведения, то мы могли бы перемножить эти два выражения и найти производную получившейся функции. В принципе, было бы не так уж и плохо. Но давайте все-таки воспользуемся правилом производной произведения. Согласно этому правилу, мы должны взять производную первой части функции, вот эту часть. 5 умножить на 5 – 25. Пишем 25х в четвертой степени минус 7х в шестой степени. Теперь мы должны умножить на вторую часть функции. Переписываем вторую часть без изменений. 20х в квадрате плюс 3х в минус седьмой степени. И ко всему этому нам нужно еще прибавить производную второй части функции. Она равна 40х минус 21х в минус восьмой степени. И теперь мы это выражение умножаем на первую часть функции. 5х в пятой степени минус х в седьмой степени. Вот и все. Здесь у нас функция состоит из двух выражений, которые перемножаются. И чтобы найти производную этой функции, мы берем производную первой части функции, умножаем на вторую часть, а затем прибавляем производную второй части функции, умноженную на первую часть. Давайте решим еще несколько примеров, и вы во всем разберетесь. Сначала рассмотрим пример только на правила производной произведения, а потом найдем производную функции, применив правила производной произведения и правила дифференцирования сложной функции. Допустим, функция f равна 10х3 плюс 5х2 минус 7. Теперь все это умножается на 20х восьмой степени минус 7. Нам нужно найти производную этой функции. Итак, производная равна… Мы берем производную первой части функции 30х в квадрате плюс 10х. Умножаем на вторую часть 20х восьмой степени минус 7. Далее мы прибавляем производную второй части функции 160х в седьмой степени, и все, поскольку производная 7 равна 0. И еще мы умножаем эту производную на первую часть функции 10х3 плюс 5х в квадрате минус 7. Можно упростить это выражение, но это уже алгебра. Вот это и есть правило производной произведения. Теперь давайте рассмотрим пример, в котором нам нужно будет применить оба правила. В данном случае я возьму не как обычно f , а у. Предположим, что у равен х в квадрате плюс 2х, и все это в пятой степени, умножить на 3х в минус третьей степени плюс х в квадрате, и все это в минус 7 степени. Нам нужно выяснить, чему равна скорость изменения у по отношению к х, то есть dy по dx. Сначала мы применим правило дифференцирования сложной функции и найдем производную вот этой части функции. Итак, производная первой части функции равна 2х плюс 2 умножить на производную внешней функции, то есть 5 умножить на что-то в четвертой степени. А это что-то будет х в квадрате плюс 2х. Только что мы записали производную вот этого выражения. А согласно правилу производной произведения, мы теперь должны производную первой части функции умножить на вторую часть. Таким образом, мы умножаем 3х в минус третьей степени плюс х в квадрате. И все это в минус 7 степени. Половину мы решили. Теперь нам ко всему этому нужно прибавить производную второй части функции, умноженную на первую часть. Снова-таки мы применяем правило дифференцирования сложной функции. Чему равна производная второй части функции? Итак, мы берем производную внутренней функции. минус 3 умножить на 3 – это минус 9х. Уменьшаем показатель степени на 1 в минус четвертой степени плюс 2х. А теперь мы умножаем на производную внешней функции в минус 7 умножить на что-то в минус 8 степени. Этим чем-то будет вот это выражение в скобках. 3х в минус третьей степени плюс х в квадрате. И, наконец, вот это выражение, производную второй части функции, мы умножаем на первую часть. х в квадрате плюс 2х. И все это в пятой степени. Здесь мы также можем упростить выражение. Если вы попытаетесь возвести все эти выражения в степени, перемножить их, чтобы найти производную данной функции, то на это у вас уйдет целая вечность. А с помощью правила дифференцирования сложной функции и правила производной произведения вы сможете вычислить производную довольно быстро. И несмотря на то, что ответ получился большим и сложным, мы можем найти угловой коэффициент касательной в любой точке кривой данной функции. Нам достаточно всего-навсего подставить вместо х его значение в заданной точке. Вы еще больше оцените полезность правила производной произведения и правила дифференцирования сложной функции, когда столкнетесь с производными тригонометрических, логарифмических и показательных функций. Это и многое другое ожидает вас на следующих уроках. А на сегодня все. До скорых встреч!